Сегодня была проведена неофициальная встреча, закрытая встреча с Бату Сергеевичем по поводу ухода с поста главы ИО главы администрации города Торпезников. Продолжим, начну с самого начала по порядку. Была согласованная встреча с активистами движения против Торпезникова. В этот список вошел я, как всем известный одинокий пикетчик. Я почему пошел на эту встречу? Потому что хотел узнать позицию Батухайского лично с его уст и посмотреть на его реакцию наших требований. Первым делом выступил в оправдании Торпезникова Бату Сергеевича. Он сказал практически то же самое, что и говорил в своем видеообращении к народу Калмыкии. Он говорил, что Дмитрий его хороший друг и лучшей кондитутуры. Он пока не видит на этой должности главы администрации города. Также приводил его в хорошие качества как государственного деятеля Российской Федерации. Причем, как я понял. Не знаю, может быть я здесь ошибаюсь, но я понял, что как именно Российская Федерация. То есть получается Дмитрий Торпезников изначально работал на наше государство. Ну, я думаю, это ни для кого не секрет, и многие об этом догадывались. И я в этом не обвиняю никого, в том числе и Дмитрия Торпезникова. Это его выбор, осознанный выбор. Но немало информации о том, что Дмитрий Торпезников не был, так сказать, хорошим человеком с моральной точки зрения. Я сомневаюсь, что как специалист он тоже был хорошим. Однако же его нам поставили, точнее назначили нам его главой администрации города. Так быстро, так неожиданно, что все были в шоке, я так понял, в том числе и я. Без каких-то вариантов предложения других кандидатур. Лично я отставил свою позицию, вернее, я освещал, говорил Бату Сергеевичу то, что я и писал на своих плакатах, пикетах, то, что я против Торпезникова. Торпезникова уходи с этого поста, ну, вообще уходи с республики, потому что я не вижу его будущее здесь, в Калмыкии. И стоя в этом пикете, я видел поддержку большинства населения в их сигналах. Люди подъезжали, люди сигналили в знак того, что они тоже против Торпезникова. Люди подходили, говорили, что молодец, что стоишь, отстаиваешь наши права. Я был в их лице, как рупор, точнее, не рупор, я не мог там говорить в одиночном пикете, но я мог выражать мнение, я думаю, большинства народа. Люди, людей разных возрастов, разных социальных положений, людей разных, рабочих людей, госслужащих, служащих правоохранительных органов. Это Александр Лот, я вот сейчас своим подписчикам говорю, это Александр Лот, тот человек, который два дня стоял на одиночном пикете с плакатом напротив здания мэрии Элисты. Были, кстати, свидетели, видели Дмитрия Трапезникова, который обходил его, он не шел через светофор, самый короткий путь, белый дом, он шел через, как сказать, нам то очировано. Да, когда я стоял с пикетом в это время, я увидел человека, похожего на Дмитрия Трапезникова. Я думаю, это был он, да, я его увидел еще на противоположной стороне. И я думаю, со стопроцентом уверен, что это был он. Я думал, сейчас он хочет подойти ко мне во время моего пикета. Развернулся к нему, прям с этим пикетом Трапезникову, Трапезу, обратно в свой сказочный пример. Поймал его такой взгляд быстрый и глаза убрал свои и прошел мимо. Я думаю, он хочет подойти ко мне и поговорить. Он прошел мимо, пришел в здание администрации. Ну, это не важно, конечно, я просто расскажу этот маленький момент. И думаю, как же он обратным путем пойдет. То есть, снова мы встретимся на этом перекрестке, на судьбоносном перекрестке. Но он ушел другим путем. Не знаю, может быть, он обследовал тот участок. Я поэтому не могу не упрекать как-то в этом. Такой момент был. Хочу поприветствовать всех, кто сейчас зашел в эфир. Я сейчас говорю о том, что я сам увидел на этой встрече сегодня с Батой Сергеевым. Я его как человека уважаю. Я за него не голосовал, сразу скажу. Но как человека я его уважаю. Но как политика я посмотрел за его действиями, за тем, как он приходил к власти. Ну, точнее, как приходил к должности главы республики. По моему мнению, он пришел точно так же, как и Орлов. Было такое награждение водителя автобусами. Точнее, торжественное вручение ключей от автобусов. То же самое было и у Орлова, и у Пирсана Николаевича. Поэтому я очень усомнился в том, что Батой Сергеевич действительно народный избранник. Хотя я верю, что за него многие проголосовали. Но то, каким способом это производилось, для меня это было в большом сомнении. И еще один факт, то, что бюджетников многих принуждали, несмотря даже, я думаю, на их волю, что они готовы были голосовать за Патру Сергеевича Хайского. Но, однако же... Александр, а ты сам царил, да, голосовал? Я не хотел, потому что я когда увидел, что он действует точно так же, как и Орлов, я не стал голосовать принципиально. Сегодня я попросил Батую Сергеевичу дать указания у всей организации, школы, больницы и прочие организации, чтобы Батой Сергеевич дал указания людям, не давать людям таких указаний, чтобы они действовали по указке, на голосовая, на каких-то выборах. Потому что, ну, не знаю, это во всей России происходит. Но если Батой Сергеевич даст такое указание, он будет действительно красавчик и в политике тоже, как и был в спорте. По теме нашей, по отставке, по оставлению Трапезниковым в своей должности в качестве главы администрации города. Так как Батой Сергеевич сегодня остался на своем, то есть он полностью поддерживал кандидатуру Трапезниковым, то и мы тоже, как активисты, остались на своем. То есть против Трапезниковым. Это не заговорящие наше решение, это мы против Трапезников. Поэтому мы по плану собираемся на митинг, который будет проводиться 13 октября в 12 часов на площади Дружба. Нам очень важно провести этот митинг без провокации, чтобы не было никаких противодействий со стороны правоохранительных органов и других органов. Нам нужно максимальное освещение происходящих событий. Это должны увидеть и в Кремле, и во всем мире. Только тогда Батой Сергеевич прислушается к мнению народа, не моему мнению, а мнению народа, и прислушается к Кремлю. Потому что Кремлю это тоже невыгодно, чтобы у каком-то из субъектов Российской Федерации были какие-то недовольства. Причем по такому поводу, который можно легко решить за 5 минут и часами. Также на этом совещании разлучала очень важная мысль, которую мы не в состоянии были решить, так как все это событие происходило буквально на днях, на глазах. Не было времени для того, чтобы предоставить нам какие-то свои кандидатуры на должность главы администрации. Но такое прозвучало на этом совещании не от Бату Сергеевич, но от одного из влиятельных людей. Предлагайте свои кандидатуры. Конкурс открыт. Пишите программу. Участвуйте в этих программах. И все возможно. Это прозвучало от человека, который решает большие дела, я так понял. Поэтому с нашей стороны надо участвовать, я считаю, обязательно. Чтобы не было такого, что вот вы не предоставили ни одной кандидатуры, у вас было очень мало, выбора не было. И выбираем только трапезников. Обязательно надо подавать, пробовать, продвигать своих кандидатов, не стесняться. Единственное, что могу сказать, что связь начинает притормаживать. Ты знаешь, как эфир сохранять, да? Я думаю, знаю, как сохранить эфир. По поводу кандидатуры. На пояс главы операции обязательно надо это делать. По моим ощущениям, батухасиков очень, я не знаю, как это можно назвать, калмыцкий характер. Ну, я бы сказал, это отчасти калмыцкий характер. То есть, в нем есть упертость такая. Я вижу, что он стоит на своем и, думаю, будет стоять на своем. Но также я считаю, что мнение народа – это немало важно. И рано или поздно он прислушивается. Ему важно, не то, что ему важно, нам важно показать, что народ действительно против. Так он и сказал. И сказал, насколько я услышал, насколько я понял, так он и пожелал. Если я увижу, что на митинге соберется достаточное количество людей, чтобы меня переубедить в том, что действительно большинство людей против трапезников, то он задумается над этим. Нам важно показать именно своим единодушием, своим согласием в нашем решении. Бояться действительно нечего. Нужно только, чтобы этот митинг был организован. Важно не допускать провокаций. Поэтому призываю всех, кто в таком возрасте, от 25 до 40 лет, такое активное население, кто мог бы держать митинг на контроле в плане провокации. Бату Сергеевича уважаю. И если Бату Сергеевич примет решение, свое решение, не мое решение, не кого-то, а свое решение, чтобы Дмитрий Трапезников оставил этот пост по собственной инициативе или по чьей-то инициативе, то многие будут аплодировать вам, Бату Сергеевич. Это мои мысли. Спасибо. 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 Спасибо.